Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас особенный эпизод, посвященный одним из самых мистических обитателей глубин – белым акулам. Белые акулы – воплощение силы, грации и загадки океана. Эти потрясающие создания вызывают восхищение и уважение у всех, кто имеет счастье встретиться с ними в естественной среде обитания. Сегодня мы погрузимся в мир этих удивительных хищников, раскроем их удивительной адаптацией и узнаем, что скрывается за их белоснежным покровом. Давайте начинать! Загадочные морские недра скрывают множество удивительных секретов. И одним из их настоящих владык является белая акула. Представьте себе, могучие, грациозные хищники, путешествующие по самым далеким уголкам мирового океана. Где же эти загадочные создания находят свои королевства и каким образом приспосабливаются к суровым условиям подводного мира? Первый наш пункт назначения – субтропические и умеренные воды. Здесь среди бирюзовых просторов белые акулы охотятся и разгуливают в поисках пищи. Они выбирают среду, где тепло и холод сливаются в удивительный танец жизни. Где встречаются воды субтропиков, там их можно увидеть во всей своей величественной красе. Второе место – пропитанное тайнами и магией побережья континентов и островов. Здесь белые акулы проявляют свои умения в охоте на тюленей, морских львов и даже морских птиц. Эти невероятные хищники отличаются невероятной выносливостью и скрытностью, позволяя им успешно адаптироваться к разнообразным условиям прибрежных вод. Но самое волнующее в поведении белых акул – их миграция. Они не знают границ и готовы покорять океанские дали, следуя своим инстинктам. Исследователи наблюдали, как эти великаны преодолевают сотни километров в поисках новых приключений и пищи, создавая невероятные карты своих путешествий. Таким образом, белая акула – это не просто хищник, это исследователь, адаптированный к самым разным уголкам океанского царства. Ее поведение – это живая книга, полная загадок и откровений. И мы, благодаря современным технологиям исследования, имеем уникальную возможность взглянуть на мир этих прекрасных созданий. Загадка белых акул начинается в древности, в тумане времен, когда моря и океаны окутаны тайнами и легендами. Первые упоминания о них прослеживаются еще в древнегреческих мифах, где эти величественные создания воспевались как воплощение могущества и силы морского царства. С тех пор белые акулы стали символом власти и загадки подводного мира. Однако настоящая палитра их красок проявляется в величии их внешности. Белая акула – это настоящий гигант среди своих собратьев, прекрасно адаптированный к своему окружению. Ее грациозная стройная фигура плавно скользит по воде, словно король океанского царства. Сверкающий подсолнечными лучами ее окрас дает ей невероятное величие и загадочность. На фоне глубоких вод она выглядит как олицетворение силы и гармонии природы. И размеры этого великана просто поражают воображение. Взрослая белая акула может достигать впечатляющих 6 метров в длину и весом тысячу килограмм. Представьте себе это существо, сравнимое с размерами многих автомобилей, совершенно естественно существующее в водном пространстве. Ее могучие плавники и острый профиль тела позволяют ей плавать с легкостью и элегантностью, невзирая на свои внушительные размеры. Обнаружено, что сила укуса белой акулы длиной 2,5 метра и весом 240 килограмм достигает 3131 ньютон, что равно 319 килограммам. Белая акула – монументальный символ морской силы и ужасающей красоты. Ее превосходство в океане подчеркнуто не только мощными челюстями, но и удивительно адаптированным рационом питания. Белая акула – великолепный охотник океана с разнообразным рационом. В ее меню преобладают морские млекопитающие, такие как тюлени и морские львы. Их мясо богато жирами и белками, является идеальным источником энергии и средством поддержания терморегуляции. Вместе с тем разнообразные виды рыб и другие морские хищники дополняют питательный баланс акулы, обогащая ее рацион. Касатки могут представлять серьезную угрозу для белых акул. Их столкновение часто заканчивается ожесточенными схватками за территорию и добычу. В то время как в молодости акулы подвержены опасности от медуз и планктона, чьи агрессивные воздействия могут вызвать раздражение или даже привести к душу. Белые акулы играют ключевую роль в морской экосистеме, и их присутствие способствует поддержанию биологического равновесия, регуляции популяции других видов. Это делает их неотъемлемой частью сложной мозаики жизни в океане. Давайте окунемся в захватывающий мир размножения белых акул, о котором знают далеко не все. В океанских глубинах эти хищники создают удивительные стратегии для продолжения своего вида. Вопреки общепринятой картине размножения в мире рыб, белые акулы применяют внутреннее оплодотворение. Самка белой акулы демонстрирует выдающееся терпение, вынашивая потомство в себе в течение 12 месяцев. Этот период наполнен вызовами и материнская забота начинается задолго до родов. Молодые акулы развиваются внутри организма матери, получая все необходимое для выживания. По завершении этого феноменального процесса молодняк рождается уже как небольшие мастера выживания. Рождение лишь начало долгого и захватывающего пути. Мать остается важной поддержкой для молодняка, обучая его всем тонкостям выживания в океане. Взросление белых акул происходит медленно, они зреют к десяти годам, обретая величие и силу великих правителей морского мира. Встречи между человеком и белыми акулами – это как редкий астрономический феномен, полон загадок и впечатлений. Когда такие моменты все же случаются, они, как правило, связаны с недоразумениями, когда акула, словно великий охотник, ошибочно принимает человека за потенциальную добычу. С 1990 по 2011 год зарегистрировано 139 случаев нападения белых акул на людей, из которых 29 имели летальный исход. Однако стоит помнить, что акулы не нацелены атаковать людей так же, как они делают это в своей дикой природе с другими представителями морского царства. Иногда человеческое присутствие в зоне их обитания может внести некоторую путаницу в этот хрупкий баланс между видами. От монстра до объекта охраны, истории отношений с белыми акулами после выхода фильма «Челюсти» Стивена Спилберга в 1975 году белые акулы стали культовым символом ужаса. Однако создатели книги, лежащие в основе фильма Питер Бенчли, впоследствии стал ярым защитником акул, осознав свою ответственность за создание негативного имиджа. Сегодня белые акулы оказались под охраной закона в разных частях мира, но высокие цены на их части тела, такие как челюсти, зубы и плавники, по-прежнему стимулируют браконьерство и незаконную торговлю. Борьба за сохранение этого удивительного вида в океане продолжается, но ее успех зависит от глобальных усилий и законодательных мер. С этими монстрами океана мы провели незабываемое время, узнавая их удивительные тайны и сложные отношения с человечеством. Наши приключения в мире белых акул близятся к завершению, но помните, что они остаются неотъемлемой частью нашей планеты. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть лайк этому видео. Берегите природу и до новых встреч.